Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. В комментариях я видела комменты по типу того, что давно не было скумбрии. Я решила это исправить. Еще добавила колбаску. Очень вкусную. Здесь у нас помидорки черри, огурчик, оливки, сок. И давайте приступим. Вчера мы были на свадьбе. Я вам сняла влог. Если вы еще не видели этот влог, обязательно посмотрите. Я его прям вчера ночью смонтировала. И сегодня утром сразу решила выложить. Давно мы не были на свадьбах. Скоро еще намечается свадьба моего двоюродного брата. Но она, наверное, будет в деревне. Как раз покажу вам и деревенские свадьбы. Это была городская свадьба. Также покажу еще и деревенские. Мне больше нравятся городские свадьбы, потому что в деревенских ты просто как белка в колесе помыкаешь, там что-то делаешь. А здесь просто пришел. В ресторане посидел, посмотрел шоу-программу, потанцевал. Когда свадьба в деревне, то строят палатку, точнее ее заказывают, огромную палатку рядом с вашим домом. Приглашают гостей. Сначала в этой палатке все кушают днем, где-то до двух. Приходят гости. Все садятся кушать. Кушают, дарят деньги. А вечером все танцуют. То есть у нас деревенская свадьба от городской очень сильно отличается. Плюс в деревенской свадьбе нету официантов. Официанты это твои родственники. Соседи, близкие. Все они помогают. Но мне по душе больше городские свадьбы. Вот туда ты идешь реально отдохнуть. Каждый раз, когда я иду на свадьбы, я думаю, вот, надо записаться, начать учиться танцевать лесгинку. Я вот эти быстрые танцы вообще не умею. От слова совсем. Давно хотела научиться. У меня даже одногруппник. Он был учителем по танцам. То есть он просто очень круто танцевал. И он просто решил обучать этому. Взял в аренду помещение. И брал на занятия. У него были групповые занятия. Были индивидуальные. В общем, к нему столько людей ходило учиться танцевать лесгинку. Я даже представить не могла, что столько людей не умеет. Например, у меня брат сам научился дома. По обучалкам в интернете. Я пробовала, но мне не получилось так научиться. Мне надо, чтобы именно учитель был, чтобы он мне показывал. Я повторяла. Вообще, мне кажется, ходить на танцы, это всесторонне хорошо. Не только, чтобы научиться танцевать, а просто сжигать калории. Чтобы тело было в тонусе. У меня знакомая ходила на танцы. У меня она просто... У меня столько похудела, хорошо. Мне кажется, как-то весело в группе ты. Смотришь на других. Перестаешь стесняться. Мне нравятся люди, которые не сильно умеют танцевать, но при этом не стесняются это делать. Такие уверенные в себе люди. Мне очень нравятся. Я заметила на свадьбе тоже. Была девушка, которая не особо танцевала, то есть не особо хорошо. Но при этом чувствовала себя очень уверенно, классно, расслабленно. Я по национальности лезгинка. А я не умею танцевать лезгинку. Прикиньте. Вот он ушел, Михалыч. Я когда переехала в Азербайджан, жила долгое время в России. Я думала, вот в России все кавказцы так хорошо танцуют лезгинку. Наверное, здесь, на родине этого всего. Вообще супер все дела обстоят. У нас был выпускной. Я немножко ужаснулась, когда на моем выпускном ни один парень, но почти плюс-минус, никто не умел танцевать лезгинку. А я-то думала, сейчас я вживую такую лезгинку увижу. А с нуля. А с нуля. А с нуля. Давайте поотвечаю на вопросы, которые вы позадавали в сообществе. Диана Михайлова задает вопрос, он очень большой. Привет, Дианочка, тебе огромный. Привет, Айка. Очень нравятся твои влоги, такие простые, настоящие. Такой вот вопрос, как ты представляешь свою семейную жизнь, дом или квартиру, сколько детей, какое платье представляешь на своей свадьбе и так далее. Однозначно, квартира. Где-то, наверное, в центре города, но я представляю, знаете, прям в идеале как бы было. Как оно там будет. На самом деле, я не знаю. Вообще, я не могу себя назвать слишком требовательной девушкой. То есть, я бы, например, не против, если мой муж, например, жил в моей квартире, я не вижу здесь ничего зазорного. У нас такой менталитет просто 95% мужчин у нас в Азербайджане согласны жить у жены на жилплощади девушки. Мужчины даже снимают квартиру, хотя у девушки есть квартира. И живут там. Не знаю, почему у нас так. Я считаю, что это не совсем правильным, в том плане, что если у девушки есть квартира, можно жить у нее. Почему обязательно у мужчины? Вот. Как я представляю. Пока что я не чувствую себя абсолютно готовой к семейной жизни. Готовый. Нет, наверное, не так. Я чувствую себя готовой к семейной жизни, но я не чувствую себя готовой именно к детям. Детей я бы хотела после 30. Можно в 32. И количество детей зависит от моего материального положения. Сейчас я чувствую, что я особо детям ничего дать не смогу. То есть, у меня должна быть работа стабильная, недвижимость, машина. Ну, я сейчас смотрю на тех людей, которые у меня в окружении, у кого маленькие дети. Начинаю от памперсов, заканчивая смесями. Все настолько дорого стоит. Вот абсолютно без привлечения вам это говорю. То есть, вот говорят, Бог даст ребенка, Бог даст и средства, чтобы содержать этого ребенка. Я с этим абсолютно не согласна. Прежде чем заводить ребенка, нужно подумать, на что ты будешь его содержать. Как что будет. Как говорится, ребенок не виноват, что его родители решили его завести. Я ни в коем случае никого не осуждаю. Но иногда в ТикТоке вижу там семьи, которые просят помощи у государства. При этом, говорят, мы многодетная семья, у нас четверо детей. Помогите нам с жильем, помогите нам с этим. У меня просто вопрос к таким людям. Зачем вам четыре ребенка, если ваше материальное состояние оставляет желать лучшего? Остановитесь на двух. Поэтому, в материальном плане, если бы представить, вот сейчас я замужем, у меня есть муж. И, например, муж хочет детей. Я бы сказала, я просто финансово не осилю ребенка. Я не могу себя отнести к чайлдфри, но я не могу и отнести себя к людям, которые прям вот очень хотят детей. Мне кажется, когда у женщины появляются дети, у нее становится все меньше и меньше времени на себя. А живем мы один раз, и хочется прожить эту жизнь для себя. И когда у тебя, например, восемь детей. Я знаю такой канал. Я несколько раз на нее натыкалась, точно не помню, как называется. Многодетный канал, что такое. В общем, у нее восемь детей. И реально она целый день, как белка в колесе. Я, конечно, восхищаюсь подобными женщинами, но я бы в жизни такого не хотела. Мне даже бабушка говорила. Не нужно много детей. То есть зачем? Вообще, в идеале свою свадьбу, знаете, как я вижу. Я бы не хотела приглашать так много людей, как у нас принято. Я бы не хотела свадьбу, как нашу традиционную. Я бы хотела в узком кругу. Например, позвать 50 человек, самых близких. Или отгулять на свадьбе. То есть немного народу. У нас традиционно принято приглашать просто всех родственников. Иногда ты идешь на свадьбу и думаешь, блин, я никого здесь не знаю. Обожаю скубрию. Просто one love. Я бы хотела не сильно пышное платье. И очень мало гостей бы хотела в каком-то узком кругу. Возможно, взять яхту и отметить на яхте. Или что-то такое более современное я бы хотела. Но я, к сожалению, знаю, что меня такое не ждет. Потому что у нас по традициям принято приглашать очень много гостей. И делать традиционную свадьбу. На этом все. Я поела. Было очень вкусно. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте переходить и смотреть мой влог со свадьбой. Он был очень интересным. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.